МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большой день физической культуры по-могилёвски. Славное прошлое, хорошее настоящее и милое будущее в одном месте. Зубры против волков, львы против рысей. Могилёвские хоккейные клубы сыграли игры второго тура чемпионата страны. Футбольные перспективы клубов Могилёвщины. Куда заведет течение Днепра? Кто, Могилёвская торпеда или Осиповичи, проложит борьбу за медали? Узнаем результаты, смотрим турнирную таблицу и думаем сами. Всем привет! Это программа «Спортэм». В минувшую субботу на набережной реки Дубровенко в Могилёве концентрация спорта превышала все допустимые пределы. Что же здесь было, знает моя коллега Елена Соловьёва. В минувшую субботу в Могилёве прошел большой день физической культуры. Уроки танцев от лучших фитнес-клубов города, показательные выступления гимнастов, эквилибристов, турниры по игровым видам спорта. Итак, добро пожаловать на открытую спортивную площадку. Идея сделать в Могилёве грандиозный спортивный праздник принадлежит телерадиокомпании «Могилёв». Гости смогли воочию увидеть знаменитых чемпионов и рекордсменов мира. Именем знаменитой гимнастки Светланы Боитовой назван элемент спортивной акробатики. В мире так и говорят – элемент Боитовой. Я считаю, что такие праздники нужны. Побольше, почаще, чтобы дети своими глазами видели, учились. Я думаю, что для них это будет просто здорово – увидеть живого чемпиона в лицо. У нас десятки есть призёров и победителей Олимпийских игр. У нас есть сотни чемпионов мира, чемпионов Европы. А сегодня хотелось бы привлечь как можно больше людей, показать, что вот они, олимпийские чемпионы, ходят по этой земле. Вот насколько вот трудно вот это вот. Что, показать нужно? Да, да, конечно. Всё очень просто. Почти олимпийские чемпионы в местах стали. Александр, расскажите мне, пожалуйста, вот у вас медаль в руках. Покажите, расскажите, вспомните эмоции ваши, вот когда это всё произошло. Что чувствовали? Вы знаете, это непередаваемые эмоции. Но я вам скажу откровенно, когда поднялся на пьедестал, как бы вот все люди смотрят записи, я стою и как бы о себе думаю. И у меня сразу такие мысли, а что дальше? Чем дальше заниматься? Потому что у меня всегда был Новый год, падали звёзды. Я загадывал, хочу стать олимпийским чемпионом. Вот это сбылось, когда мне стало 20 лет. И как-то такое немножко было разочарование. Но потом уже, когда приехал домой, люди начали поздравлять. Я понял, что это, ну честно говоря, счастье. Какое желание сейчас на Новый год-то загадываете? Я хочу, чтобы у нас в нашем городе Могилёвы был ещё один олимпийский чемпион по гребле. Задача не из лёгких, а вот держать себя в форме и вести здоровый образ жизни под силу любому. Мотивировали гостей праздника лучшие фитнес-клубы города. Мы за то, чтобы популяризировать всё-таки здоровый образ жизни. И всё-таки дать вот эту вот возможность людям увидеть воочию то, что они могут получить в итоге. Поэтому для нас очень важны эти выступления. Мы за то, чтобы такие мероприятия были почаще. Очень приезжает энергия. Очень эмоционально. Ну, очень интересно здесь. И как бы сейчас занимаюсь в тренажёрном зале. Сама по себе любили танцевать. Вряд ли кто-нибудь из вас похвастается тем, что может сдвинуть с места груз в 80 тонн. Между прочим, башенный кран весит меньше. А вот рекордсмен мира Виталий Ситников может. И сейчас я вас с ним познакомлю. Виталий, здравствуйте. Расскажите мне, пожалуйста, как давно вы занимаетесь вот этим видом спорта. И тяжело это рекорды ставить? Конечно, это не очень просто. Но если с ней работать заодно, взаимодействовать, сотрудничать, дружить, она всегда вам поможет. И вам будет намного легче. На глазах у публики Виталий Ситников поставил очередной мировой рекорд. С гирю весом 16 килограммов за 10 минут он поднял 621 раз. Сейчас хочу вам представить одного человека. Это режиссёр программы «Спорт-М». Оля Василькова, которая, собственно говоря, и делает ту работу, которую вы потом оцениваете на экране. Олечка, здравствуй. Как твое настроение? Моё настроение отличное, как всегда. Праздник, спорт, очень много людей, много позитива. И хорошая погода. Расскажи мне, вот тебе придётся монтировать этот сюжет, который вы сейчас видите в эфире. Скажи, пожалуйста, есть вот позитив какой-то, настрой на монтаж, какие-то уже идеи? Что-то ты придумала такое? Конечно. Во-первых, я очень рада, что пришло очень много людей. И вот этот праздник действительно спортивный. Посмотрите, сколько площадок, сколько детей. Это очень важно. Заинтересовались этим. И монтировать будет легко. Праздник продолжается. Если вы активны и спортивны, расскажите об этом всем. Снимайте ваши занятия спортом на видео и выкладывайте в нашу группу «Большой день физической культуры» ВКонтакте. Автор лучшего ролика получит планшет от телерадиокомпании «Могилёв». На «Всё про всё» две недели. С места событий Елена Соловьёва, Александр Артемьев специально для спорта. Пока вы монтируете своё спортивное видео, расскажем об успехах хоккейных клубов области. Бобруйская «Динамо» свой второй матч чемпионата страны играла в «Жлобине» против местного «Металлурга». С первых минут встречи «Зубры» старались играть очень активно, постоянно создавали угрозы у ворот соперника. И в середине первого периода «Бобруйчане» счёт открыли. Шайба на счету Евгения Станкова. Хозяевам понадобилось больше периода, чтобы забросить ответную, однако в концовке матча «Бобруйчане» отметились ещё одним взятием ворот. И в итоге победили. Удалось одержать победу в туре и «Могилёву». В гостях был повержен «Гомель». Стоит отметить, наша команда уже пять лет не знала вкуса побед над этим клубом. Казалось тому быть и вновь. Хозяева ввели в счёте 4-1, однако «Могилёв» забросил три безответных шайбы, сравняв цифры на табло. После команды ещё по разу обменялись взятиями ворот. Причём наши «Львы» свою голевую комбинацию провели за 5 секунд до «Сирены». Точку же в матче поставил точный бросок Ковалевича в овертайме. Победа «Могилёва» со счётом 6-5. Далее про футбол. «Могилёвский Днепр» возвращает интригу. В матче 20-го тура чемпионата страны в первой лиге наши встречали с городей. Дважды забили, столько же пропустили, заработали одно очко и остались на третьем месте в турнирной таблице. Осечкой воспользовалась команда «Лида» и сократила разницу баллов между третьим и четвёртым местом. Теперь нас разделяют всего два балла. Впереди ещё 10 матчей. Напомним, в высшую лигу выходят только первые три команды. Во второй лиге состоялись игры 16-го тура. «Торпеда» Могилёв принимал «Рогачёв». Первый тайм закончился без голов. Хозяева пытались пройти оборону гостей из 11-ти человек. Те в ответ лишь изредка переходили середину поля. Во втором тайме хозяева всё-таки нашли брешь. В защите «Рогачёва» гол забил Дмитрий Колосовский. Под занавес матч у могилевчане вновь отличились. Очередной гол от Сергея Филиппова. А затем отличный удар из-за пределов штрафной и дубль в матче Дмитрия Колосовского. После этого тура в таблице произошли изменения. Победа вернула «Торпеда» на четвёртую строчку в группе. Именно она даёт право играть в финальной стадии, которая начнётся через два тура. В Могилёве прошло первенство области по академической гребли среди юношей. В заплывах на Днепре участвовали 44 спортсмена. Все представители Могилёвской гребной школы. В одиночках лучшими стали Евгений Золотой и Дарья Новикова. В двойках снова Евгений Золотой и Артём Лапутин. Кстати, они являются победителями «Балтийских игр-2015» в данном виде программы. Лучшая двойка среди юниорок – Елизавета Шагинова и Авелина Примерова. Среди четвёрок – золото у экипажа Дениса Тарасова, Евгения Золотова, Дмитрия Романькова и Артёма Лапутина. Эти соревнования тренеры рассматривают как репетицию перед республиканскими стартами. Это была программа «Спорт М» и «Большой день физической культуры» на Дубровенко. Спорта становится больше. С открытием вас всех. Телеканал «Беларусь-4» Могилёв. Увидимся в «Спорт М». Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!